всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео праведники войны или полное название по соображениям совести участие в войне не убивая людей можно ли участвовать в войне не убивая людей там можно даже помогая до творя добро как бы якобы да естественно мой ролик будет основан на фильме соответствующим называется он по-русски называется он по соображениям совести я создал специально страничку даже для этого для этого видео для этой темы для этого фильма поводом явилось то что вообще у нас идет уже больше девяти месяцев рашистская агрессия против украинского народа в общем то всегда у меня были на канале два плейлиста любовь к врагам церкви народа отечества государства и любовь к своим личным в рамках этих плейлиста я пишу подобное видео о нацизме национализме патриотизме да всем вот этом вот защите родины и всякого вот этого вот дьявольского учения но подобрался к нему наконец-то потому что недавно я можете посмотреть записал ролик стоит посмотреть есть соответствующая страничка на сайте и ролик найдете там фильме кино мультфильмы достойные просмотра по вам так его назвал до более полное название я там поделился своими за годы образованным списком какие фильмы действительно достойных просмотра в частности я упомянул конечно же фильм по соображениям совести как по русски перевод мы сегодня узнаем что на настоящего названия абсолютно не такое там я прямо сказал что фильм богохульный и скоро я по нему запишу видео которое сегодня для вас и записываю я буду вам зачитывать то что я набросал свои наброски и мы естественно разберем сюжет взял я за основание вы знаете сам я не пишу тем более тратится во время на подобные вещи я точно не собираюсь я взял с википедии небольшую статейку мы с вами по ней пробежимся и все посмотрим там ничего сложного ну и свои мысли я естественно тоже добавил хоть я не очень люблю писать но последнее время понуждаю себя к этому благому делу вот это же будут зачитываться мысли и дам свои мнения и рекомендации по отношению к этому фильму по соображениям совести так я назвал страничку до что в поисковике она ранжировалась может быть кто-то ищет о фильме по соображениям совести мнение вегана христолюбца христианина о фильме мэла гибсона по соображениям совести снял главу я думаю многим известным немало известным режиссером актером элан гибсону который снял страсть христов мы сегодня о нем еще будем сегодня вспоминать и говорить это точно давайте с вами перейдем к сюжету и я вам зачитаю всякую разную информацию я в принципе тут на сейчас буду минимум комментировать давайте посмотрим что сказано о фильме кто-то смотрел кто-то нет я конечно же к просмотр его рекомендую один-два раза вопрос какие выводы вы за это делаете я надеюсь делаете правильно особенно после моего моего видео по соображениям совести хакса урадж или ридж не знаю как правильно художественный фильм в жанре военной драмы поставлен режиссером мэлом гибсон фильм основан на реальных событиях то знаете я очень люблю такие фильмы художественное документальное кино неважно но на основе реальных историй жизни людей каких-то да и повествует нам об участии в битве за окинаву десмонда доса адвентиста седьмого дня и 1 американского сознательного отказчика от военной службы получившего высшую военную награду медаль почета сценарий написан эндрю найтом и робертом шенкана то есть ну вы понимаете что физру художественный конечно есть трансе между документальным кино и художные фильме на основах реальных на основе реальных событий потому что тот каний gallest кино снимать старается конечно полностью необычно скучно и многим нравится хотя я очень люблю документальное кино я люблю и авторское кино это тоже определенные жанры все такие вещи уныдут документальные кино претендует конечно на близости к документам к историческим фактам ко все вещам, то есть стараются без искажения передать то, что есть. По тем материалам, которым пишешь художественное кино, на то и художественное, то есть автор оставляет за собой право на основе реальных событий, документов, но изображать все так, как он видит, что он хочет сознательно прибавить, приукрасить или наоборот изуродовать, это его право, такой вот жанр художественного кино на основе реальных событий. Это тоже надо понимать, конечно, при съемках. Мы, конечно, сегодня так подробно фильм разбирать не будем, и кто может разобраться, только сам Мел Гибсон может рассказать, что он там, я не знаю, есть ли у него подобные интервью какие-нибудь, где он рассказывал, что он на основе брал, а что потом добавлял. Я думаю, что в этом нет смысла ковыряться. Мы с вами все-таки будем на основе текста и фильма восприятия такого среднестатистического говорить о том, что, к сожалению, многие христиане, насколько я вижу в интернете, там дьяволом подкусываются на эту тему, что якобы вот же вот тут как добродетель выдана это все, да, что тогда можно участвовать в войне. Вот мы об этом будем говорить, вот. Неважно даже, что нес там Мел Гибсон, в чужую голову не залезешь, да. Премьера фильм состоялась в США 4 ноября 2016 года, то есть, ну, около шести лет назад. Оригинальное название... Сейчас обращаю ваше внимание, да. Оригинальное название фильма Хаксау Ридж. Ну, я, может быть, неправильно читаю по-английски, ну, суть передаю, да. Означает это не по соображениям совести. Фильм вообще называется, я обращаю внимание, Хребет в форме ножовки. Хаксау Ридж переводится на русский дословно, как Хребет в форме ножовки. Это английское прозвище горного откоса Майэда, место подвига главного героя фильма. Русское название отсылает к понятию, а русское название уже отсылает к понятию отказник от военной службы по убеждениям совести. То есть, это тоже важно. Я, когда сейчас свое мнение уже буду высказывать, буду об этом говорить, сейчас у вас просто заостряю на этом внимание. И сразу заостряю внимание на том, как подается информация. То есть, здесь уже вам в голову вбивается, хоть и это на Википедии, которую я, в принципе, так скажем, тоже признаю и люблю, в том плане, что она сама по себе оппозиционирует. У нее прямо так в лозунге написано, Википедия свободная энциклопедия. Но я все рассказывал, что это такое, вообще-то это сборник без авторных статей, как бы специально там авторство убирается. Ты когда читаешь, ты даже понятия не имеешь, кто это пишет. То есть, в любом случае, она собрана, вся Википедия собрана неким коллективом и пропускали все через призму своего мышления, что одобряли, что было на Википедии, что не было. Это очень важно такие вещи понимать. И здесь сразу, знаете, кажется, такие слова вот нам вкрапляют. Место подвига главного героя. То есть, то, что он совершил, это подвиг. Но это в чьих глазах? В тех, кто вам пытается это в голову вбить, да. А в глазах христианина? Нет. Это грех. Фильм стал обладателем премии «Оскар» в номинациях «Лучший монтаж», «Лучший звук», а также номинантом еще в четырех категориях. Также фильм получил три номинации на премию «Золотой глобус» и пять номинаций на «Вафта». Мы с вами переходим к следующему, второму разделу. Это сюжет. В сельской местности Виргинии в 1920-е годы молодой Десмонд Дос чуть не убил своего младшего брата Хэлла во время семейного бытового скандала. Это событие и его воспитание адвентистами седьмого дня укрепляет веру Десмонда в христианскую заповедь «Не убей». Спустя годы Дос доставляет раненого в больницу и встречает медсестру Дороти Шут. Возникает роман, и Дос рассказывает Дороти о его интересах к медицинской работе. После нападения японцев на Перл-Харбор Дос записывается в армию в качестве санитара. Его отец Том, ветеран Первой мировой войны, глубоко расстроен этим решением. Перед отъездом в форт Джексон Десмонд просит руку и сердце Дороти, и она соглашается. Дос проходит курс молодого бойца под командованием сержанта Хауэлла. Он превосходен физически, но становится изгоем среди своих однополчан за отказ брать в руки винтовку и тренироваться по субботам по религиозным причинам. Хауэлл и капитан Гловер пытаются признать Доса негодным к воинской службе по психиатрическим причинам. Но их решение отменяют, поскольку религиозные убеждения Доса не являются психическим заболеванием. Впоследствии сослуживцы издеваются над Досом, подвергая его тяжелому труду, намереваясь заставить Доса уйти по собственному желанию. Несмотря на то, что однажды ночью его жестоко избили однополчанин, Дос отказывается опознать нападавших и продолжает тренировки. Подразделение Доса завершает курс молодого бойца и получает отпуск, во время которого Дос намеревается жениться на Дороте. Но его отказ держать оружие приводит к аресту за неподчинение. Капитан Гловер и Дороти посещают Доса в тюрьме и пытаются убедить его признать себя виновным, чтобы его можно было освободить без предъявления обвинения. Но Дос отказывается отречься от своих убеждений. На военном трибунале Дос не признает себя виновным, но до вынесения обвинительного приговора его отец врывается в суд с письмом своего бывшего командира, ныне бригадного генерала, в котором говорится, что пацифизм его сына защищен Конституцией США. Обвинения против Доса сняты, он и Дороти женится. И опять моя ремарочка, что пацифизм его сына это не настоящий пацифизм. Это лишь пацифизм в глазах его папы, что папа его на Первой мировой голову рубил, а вот сынок не хочет. В глазах этого папы, может это и пацифизм, может быть в глазах американского государства это пацифизм. Но настоящий пацифизм это полный отказ какого-либо участия в войне, в насилии, в любых этих самых вещах, в любым действием. Это очень важно понимать. Пацифизм это не просто, когда ты едешь на войну там, да, и патроны. Ты же сам не стреляешь, ты же на курок не жмешь, ты только рядышком ленту поправляешь, чтобы она в пулемет правильно входила. Это не пацифизм. Пацифизм это полный отказ от участия в любых военных действиях. Служение вообще в армии в какой-либо виде, даже в альтернативном. От того, что ты горшки за кем-то выносишь, да, там на фронте, точно такое же служение. Это важно, понятно. Мы сегодня еще об этом, естественно, будем много говорить. Сейчас вот это все с вами дочитаем. Подразделение ДОСа прикрепляется к 77-й пехотной дивизии, развернутой на Техоокеанском театре военных действий. Во время битвы за Окинаву подразделение ДОСа сообщает, что оно должно оказать помощь 96-й пехотной дивизии, которой было поручено взойти на хребет Маэда, хребет Хакса, оригинальное название фильма. Расположенный на территории замка Урасову. И организовать его защиту. Во время первого боя с тяжелыми потерями с обеих сторон ДОС спасает жизнь своему товарищу по команде Смитти, зарабатывая его уважение. Когда американцы разбивают лагерь на ночь, ДОС рассказывает Смитти, что его отвращение к оружию связано с тем, что он чуть не застрелил своего пьяного отца, который угрожал его матери оружием. Смитти извиняется за то, что усомнился в его храбрости и оба мирятся. На следующее утро японцы проводят массированную контратаку и оттесняют американцев с хребта. Смитти убит, а Хауэлл и несколько однополчан ДОСа остаются ранеными на поле битвы. ДОС слышит крики умирающих солдат и возвращается, чтобы спасти их, неся раненых к краю обрыва, и закрепляя их на веревке, каждый раз молясь, чтобы спасти еще одного. Прибытие десятков раненых, считающихся убитыми, стало шоком для остальной части подразделения, когда наступает день. ДОС спасает Хауэлла, и они убегают с Хексо под огнем противника. Капитан Гловер извиняется за то, что отвергал убеждения ДОСа и считал их проявлением трусости, и заявляет, что они планируют захватить хребет в субботу, и что он признает право ДОСа не участвовать в этом бою. Но солдаты боятся идти в бой без ДОСа, считая его своим талисманом. Я обращаю внимание на это тоже, я буду об этом говорить. ДОС соглашается, но операция откладывается до тех пор, пока он не совершит свои субботние молитвы. Тоже обращаю ваше внимание на все эти моменты, я о них буду говорить. С подкреплениями они переломили ход битвы, убив кучу людей. В засаде, устроенной японскими солдатами, изображающими капитуляцию, ДОС удается спасти Гловера и других, отразив вражеские гранаты. ДОС ранен взрывом гранаты, но битва выиграна. ДОС спускается со скалы, сжимая Библию, которую Дороти дала ему. Как прям и романтично, и прям все так свято, все по-божески. Прям захлебываюсь благодатью. Фильм переходит к реальным фотографиям и кадрам награждения ДОСа. Медалью почета США президентом Гарри Трумэном за спасение 75 солдат на хребте Хакса. ДОС был, а сколько интересно убили там, на этом хребте, жалко не сказано. ДОС был женат на Дороти до ее смерти в 1991 году. Сам он умер 23 марта 2006 года в возрасте 87 лет. Ну и мы с вами переходим к третьему разделу. Веган-христолюб о фильме. Я буду зачитывать и говорить про странные свои речи, как я это обычно делаю. Начинаю с того. Заметьте, что оригинальное название фильма Хаксау Ридж означает «хребет в форме ножовки». Но уже русскоговорящий мир назвал его «по соображениям совести». Как хорошо, да? Название американское, английское, да, ничего пока не несет такого вот. Да, а уже «по соображениям совести», вы смотрите как. Совесть во всех народах означает «искру Божью». Что-то самое светлое, доброе, искру вселенной, да. Кто там какие веры, религии, учения исповедует. Но считает, что совесть это что-то вот такое от Бога. Что-то светлое, от света, от любви, от истины, да. И вот «по соображениям любви» вам уже как бы намек дают, что вот это как бы вот хорошо. Все, что делать будет герой, это хорошо. Это «по соображениям добра» он делает. Но уже русскоговорящий мир назвал его «по соображениям совести», отсылая нас к понятию «отказник от военной службы по убеждениям совести». Он вообще-то не от военной службы. Вот здесь тоже, заметьте, вот даже тот, кто пишет, автор. «Отказ от военной службы по убеждениям совести». А он не от военной службы отказался. Он отказался от того, чтобы брать оружие, якобы. И самолично нажимать на курок, бросать гранату. Да, от этого он отказался, но не от военной службы. Здесь авторы пишут, сами не понимая, что противоречит тому, что хотят сказать. Узнать бы имена этих героев я пишу, а точнее детей дьявола, кто решил переименовать фильм по соображениям совести. Мел Гибсон не называл его по соображениям совести. Что в английском языке нету трех этих слов, предлога и двух слов по соображениям совести есть. Он называет фильм по имени, по прозвищу того хребта, той горы, той местности, на которой происходила эта бойня. Как русскоговорящий мир, удачненько его переименовал. Ибо Десмонт руководствуется, и дальше я что хочу сказать. Назвали по соображениям совести, вообще с какого перепуга, как я говорю. И вообще по соображениям совести, а разве Десмонт по соображениям совести руководствовался? Вот заметьте, сколько, когда вот размышляешь, я вас всегда учу, вы знаете, вот на своем примере размышлять. Это самое важное, потому что вы одарены свободой выбора между добром и злом. Это свобода выбора и делается умом. Я вас учу вчитываться в каждое слово, размышлять. Назвал кто-то, додумался по соображениям совести. Но Десмонт руководствуется не соображениями совести. Десмонт, христианин, пусть и адвентист седьмого дня. Это очень важная разница. Руководствовался совестью. У меня было бы минимум претензий тогда бы к этому фильму, если бы этот был просто какой-то добряк. Такой человек, да, а вот решил по соображениям совести отказаться. Но он христианин. И я как христианин. И знаю, что этот фильм многих христиан подкусил, которые попали затем в сети дьявола. И попадают, и теперь будут попадать благодаря вот такой вот интерпретации. Я, конечно же, возмущен. А потому и обличаю это. Я забежал вперед, давайте прочитаю, что же я написал. Ибо Десмонт руководствуется не просто совестью. Он живет христианскими убеждениями. Пусть и через призму конфессии адвентистов седьмого дня. Какой-никакой он христианин. Он ссылается не на внутреннее повеление сердца, а на заповедь, написанную в Библии. Не убей. Ну, на свой личный жизненный опыт. При котором, как видим, там, когда отец-мать хотел убить, он чуть его самого не завалил. И там не совсем, видите, понятно. Чуть, может быть, там брат случайно не застрелил и так далее, да. И я пишу, это немаловажная деталь. Даль дала повод многим христианам думать, что можно участвовать в войне. Пусть даже и без оружия. И при том оставаться учеником Христа. А в глазах, умах и сердцах грешников прослыть героем. Как удобно. Вот заметьте, если бы этот фильм не был назван по соображениям совести, а главный актер не был бы христианином, а действительно, по соображениям, я имею в виду, что первое, если бы он не был назван по соображениям совести, в противовес первичному английскому названию. А вторая очень важная деталь, что если уж так его назвали, даже русские говорящие, что если бы этот Десмонд не был бы христианином, тогда бы никаких претензий бы не было, пожалуйста, да. Никаких претензий как к христианину у меня бы не было. К христианину. И к тем, кто, я говорю, узнать бы этих детей дьявола, которые назвали. Я внутренним чутьем своим прекрасно понимаю, кто здесь приложил руку. Это христиане так называемые. Кто додумался из такого названия дать название по соображениям совести. Удивительно, что они не назвали по соображениям христианских убеждений. Это что-то очень странное. Я так понимаю, нашли какой-то средний компромисс. Они сказали, вы не слишком ли палку перегибайте? Кто вот это вот называл? Ну, сошлись, наверное, на том, между, как говорится, грешников и так называемых праведников, сошлись на серединке, по соображениям совести. Хотя фильм не о рядовом человеке, там, скажем, среднедобродетельной жизни живущем, решившем вдруг отказаться от убийства. Нет, речь идет о христианине. Что и является, я говорю, поводом таких моих возмущений. Это очень важно. Это огромное заблуждение ведет христиан в силки дьявола, потому что они отвергли учения и жизни Иисуса, оставили нам в Евангелии, где нет ничего подобного. Давайте я еще раз прочитаю, то я много говорю, теряется мысль моих текстов. Заметьте, что оригинальное название фильма Хакса Уридж означает «хребет в форме ножовки», но уже русскоговорящий мир назвал его по соображениям совести, отсылая нас к понятию «отказник от военной службы по убеждениям совести». Узнать бы имена этих героев, точнее, «детей дьявола», ибо Десмонд руководствуется не просто совестью, он живет христианскими убеждениями, и пусть через призму конфессии адвентистов седьмого дня. И эта немаловажная деталь дала повод многим христианам думать, что можно участвовать в войне, пусть даже и без оружия, и притом оставаться учеником Христа, а в глазах, умах, сердцах грешников прослыть героем. Это огромное заблуждение ведет христиан в силки дьявола, потому что они отвергли учение жизни Иисуса Христа, оставлено нам в Евангелии, где нет ничего подобного. Две вещи, которые мы выносим из Евангелия, его последователи. Иисус, словом и делом, учит нас первое. Любить врагов. А если хотите, давайте попроще начнем. Хотя неизвестно, что проще. Любить любящих правильно или любить врагов? Евангелие Иисуса, его жизнь, учения прямо противоположны жизни грешников. И даже так называемых псевдоправедников. Иисус все делает наперекор этому миру. Мир живет по одному принципу. Люби ближнего и ненавидь врага своего. Иисус полностью дает противоположное учение. Правильно люби ближнего и люби своего врага. У нас любит как ближнего-то. По головке грешника гладит, чтобы он еще дальше закоснивал в грехе. Неважно, родственник, друг, сработник. Иисус учит обличать ближнего. Призывая его к покаянию. И любить врагов. Тем же самым. Плюс служением по плоти. Ты не убиваешь его, а приносишь себя этим служением в жертву, если надо, этому врагу, который готов отобрать у тебя эту плоть. Любить врагов призывает Иисус. Ибо любящих любят и грешники. И правильно любить любящих, обличая их в прегрешениях и говоря им правду. Вот чему учил Иисус нас своим словом и делом. Десмонт разве спасает? Ну и тут я уже начинаю набрасывать список вопросов своим любым оппонентам. Я готов всегда и в диалоге вступать, и в дебаты. Десмонт разве спасает жизнь врагов? Вот Десмонта возвели его поступик в ранг подвига. Слушайте, а солдафоны на войне, они разве друг друга не вытаскивают с поля боя? Они разве этого не делают? Там брат за братой, брат не просит, я там на своих плечах его вытащу. Разве обычные солдафоны этого не делают? Они раз друг друга не спасают своих соратников, собратьев по оружию. Спасают. Что он великого сделал? И грешники любят грешников. И любящие любят. Это дело грешников. Любить любящих это и грешники любят. Что дальше-то? Десмонт вытаскивает с поля боя своих. Он не человек мира, знаете, пришел на эту бойню, приехал и всех спасает. Японцев в японский лагерь относят. Американцев в американским? Нет, он спасает только американцев. Это исполнение заповедей о любви к врагам? Нет. Он разве всех без разницы? Он разве познал любовь в Христову, что у Бога нет Эллина, во Христе нет Эллины, Юдея, язычника или еврея, раба или свободного, женщины или мужчины? Разве он познал по этому поступку? Мы можем судить, что Десмонт познал любовь в Христову, о том, что Бог есть любовь, и все на земле его творения ему одинаково дорого и любо. Разве по его поступку спасение своих, собратьев по оружию, разве он что-то делает великое, а он исполняет Евангелие, любовь к врагам? Он что, поехал японцев спасать? Или тех и тех спасает вот им, невзирая на лица? Нет, он спасает таких же солдафонов, тупых, какие по обе стороны друг другу голову рубят. Он что великого делает? Ничего. Разве он обличает своих соотечественников, что убийцы Царства Божьего не наследуют? Он проповедник? Он христианин? Он всех своих солдафонов, генералов, всех этих орков, он им проповедует, что убийцы Царства Божьего не наследуют? Мы это видим в фильме? Вы видели? Я смотрел, я не видел этого. Может быть я проглядел что-то? Он исполняет Евангелие? Он любит врагов, продлевает жизнь и готов себя принести в жертву и обличает тех, своих, кого он имеет доступ? Да, к японцу ты не имеешь доступ, к японскому не знаешь. Ты своих знаешь. Американский язык знаешь. Ты разве им проповедуешь, что убийца Царства Божьего не наследует? Да? Нет, я пишу. Он этого не делает. Более того, своим поведением и делами он поддерживает войну. Доходит до того, вы смотрите, что мы только что с вами в описании прочитали и в сценарии, в сюжете фильма. Ну и кто-то из вас уже может смотрел его, как и я. Доходит до того, что они делают его кого? Кого из него делают? Талисман своих побед. Мы же с вами только что прочитали. Я вам обращал внимание всегда такими мазками, ссылочками, что об этом я буду говорить. Из него сделали талисман. Без него больше на бойню не ходили. Потому что когда они идут, у них все хорошо. А государство, грешники, сделали из него героя. Из Иисуса сделало хоть одно государство героя, не считая того, что когда уже из христианства сделали псевдо-христианство и его канонизировали еще в Византийской империи, сделав из него министерство религиозное для порабощения людей в угоду всем этим мясорубкам. Как хорошо, стать героем страны, у грешников славу получи. Я вам приведу две цитаты из Ветхого и Завета из Евангелия. Первое царство, 16, 7. «Я смотрю не так, — говорит Бог, — как смотрит человек, — ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Вы знаете, что Иисус учил нас все и вся судить по делам. Вот дела этого Десмонта. Они говорят о том, что он христианин, что он любит врагов, что он любит ближнего. Он их обличает, он проповедует, что война — это тьма. Он же сам не хочет брать оружие. Ну так ты и другим это проповедуешь. Иисус сказал, сотворите и научите. Он учит тому, как он сам живет? Нет. Сам-то он не берет оружие, а ты другим это учишь. Так ты тогда, может быть, сам живешь не так, как ты учишь? Или ты учишь тому, чему сам не живешь? Человек, у которого дела расходятся со словами, да, это лицемер. Это лжец. Иисус Лука 16, 17. Вы выказываете себя праведниками перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, герой страны, то мерзость пред Богом. Кого он обличил в том, что они рубят друг другу головы? Какого японца врага он спас? Никакого. Поведение Десмонта, я пишу, было бы уместным и похвальным от Бога, если бы, я сейчас обращаю внимание на то, что я скажу, если бы он был обычным солдатом-убийцей, с оружием в руках, и вдруг, вы помните историю с Павлом, с бывшим Савлом, гонителем христиан, который стал в будущем великим апостолом Павлом, если бы вот такой вот солдат-убийца на войне, который пошел защищать Родину и все прочее, с оружием в руках, и вдруг, во время войны, на него снизошло откровение истинное о любви ко всем людям, тут я оставляю пространство для фантазии, размышления, как Бог бы ему явился, в пламенном кусте, или не в пламенном кусте, или в прохладе дня, неважно. Человек, который видит на войне все ужасы войны, бойни, вот это вот мясо, кишки, страдания, крики, вопли, я думаю, что до многих там что-то в жизни доходит о смыслах жизни, о сути жизни, а за что вот они все это вообще затеяли, и что это дает. Многие, конечно, жизнь переосмысливают. Вот такого вот пришло у него озарение, неважно, через сердце, через все увиденное и анализ всего увиденного, где там бухают эти солдафоны, насилуют, грабят, мародерствуют потом на этих же территориях, через видя все этого и внутренние откровения, потому что Господь стучится в сердце каждого человека, когда он откроет, тогда вселится и будет с ним там праздновать, с этим человеком, который заходит покаяться во грехе, принять истину и сотворить плоды достойные этой истины, достойные покаяния. Да, вот если бы нам была такая история описана, человека во время военных действий, озарившего Богом, я говорю, проанализировав сердце, все увиденное, все ужасы войны, и он вдруг покаялся, бросил оружие, понятно, через секунду с фронта не убежишь, и он там, тем более, да может, как бы с фронта не убежишь, но с армией можно уйти в любой момент, любой договор расторгается, любая контрактная армия, она расторгается, он добровольцем пришел, тем более. Ну хорошо, ты с поля прям не побежишь, там обрыв, там вот именно кто, фильм-то мы с вами и сюжет прочитали, они там на неком хребте были, их же не просто так спрости, их там вывозили потом оттуда. Понятно, ты все это видишь, тебя озаряет, и ты там спасаешь еще кучу людей, действительно, чтобы они покаялись, и ты им делишься, говоришь, Господи, я все увидел, там, это же тьма, надо все это оставить и вообще все это бросить, и не входит, ты спасаешь уже действительно души всех вот этих солдофонов, потому что ты спасаешь их тела, чтобы они спасли свои души, да, от твоего поведения, от твоей проповеди и так далее. Разве этот Десмонт вот этим занимается? Давайте я все-таки зачитаю то, что я начал читать. Поведение Десмонта было бы уместным и похвальным от Бога, если бы он был обычным солдатом-убийцем с оружием в руках, и вдруг во время войны на него снизошло откровение и истинно любви ко всем людям, даже врагам своим, и отечество врагам, и он решил отречься от зла, от убийства людей, пусть даже и грешников, врагов, да, и дослуживать свое время до увольнения из армии, ну, а точнее, говорю, да, хотя бы эту битву просто там какую-то, которая вот эта, он где находился, потом можно уволиться, спокойно приехать, да, вот, из армии спасай, и дослуживать свое время до увольнения из армии, спасай никчемные жизни своих еще не прозревших сослуживцев. Десмонта, я пишу, даже никто не принуждал ехать на войну, он сам добровольно отправился на фронт, и этим все сказано. Это очень важный момент. Если бы мы видели такой пример, да, для любого человека, для любого христианина, это был бы тогда бы приличный фильм, который можно было посмотреть, пересматривать, и рекомендовать посмотреть другим, который призывал бы к отказу, который, грубо говоря, из милитариста, Бог, всякими этими вещами, Бог воздействует однозначно на всю нашу жизнь. Тогда было бы чудо, когда милитарист стал бы пацифистом на войне, настоящим пацифистом, который понял, что все это грязь и мерзость, где все эти бойни, все было натравлено друг на друга, одни на других травили, вот и все. Это очень важно понимать. Вот если бы было так, да, было бы круто, был бы классный фильм. Но то, что мы с вами видим, христиане особенно, ничего здесь божественного нет. Я еще вернусь к этому, я еще вернусь к этой теме попозже, попозже, да, вернусь, еще мы с вами эту мысль запомните, я еще к ней вернусь, но чуть позже мы кое-что вспомним из Евангелия, потом я общую мысль подытожим. Кому, какому, и вы помните написано, Десмон там молился, Господи, дай мне спасти еще одного ученика, еще одного этого солдафона, да, ну и он же целую субботу молился, о чем он там молился? Я пишу, какому Богу молился Десмон? Иисусу? Может и да. Но угодно ли Богу были его молитвы Христу? Угодно ли были его молитвы Христу? Я пишу, конечно, нет. Иезекииля 33, 11. Не хочу смерти грешника, вы знаете, я очень часто это цитирую тоже. Бог говорит, не хочу смерти грешника, говорит пророку, который должен был передать это людям. Но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Десмон вот это вот проповедует? Нет. Вы скажете, ну как же, похоже, он же спасает вот этих. Не хочу смерти грешника. Вот именно, что они грешники. Он им проповедует? Нет. Он герой страны, они там все медальки получают за ранение, за отвагу. Он им проповедует, что... Он кому проповедует, обратитесь от злых путей ваших? Своим солдафоном, своим американцам-сотечественникам? Нет, он это японцам готов орать, если бы он знал бы японский. Да. Отвратитесь, отвратитесь от злых. А они не зло творят. Я вам напомню слова Иисуса. Матвея 16, 24, 26. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет следовать за Мною, отверни себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, жизнь плотскую...» Тут правильно читать слова Иисуса. Там душу, еврейское слово, которое там используется, оно имеет двоякий смысл. Жизнь. У них душа и жизнь – это одно и то же слово. Кто хочет жизнь свою сберечь, иметь в виду вот эту внешнюю жизнь, в которой мы живем, вот этой тленной плоти, как Павел писал, от которой кто бы меня избавил. И кто хочет эту свою жизнь, вот эту плотскую спасти, тленную, временную, тот потеряет ее. А кто потеряет эту свою жизнь ради меня, вот эти вот все бирюльки, награды, почеты, славу, тот обретет ее, настоящую жизнь. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Вот эти вот люди, которые там, американцы, так скажем, которые там воевали, они что приобрели? Ты любви научился к врагу, к ближнему? Нет. Даже тот же самый Десмонт. Он познал любовь к Христу. Что он там покажет? Медальку за отвагу на небесах? Она никому там даром не нужна. Ты что, обличал, ты спасал японцев? Ты что, обличал американцев, чтобы они не перестали убивать? Нет. А они, которых ты спас, они спас, а не какую выкуп даст за душу свою? Они тоже эти медальки за отвагу принесут туда Богу на жертвенник? Или что? За отвагу убивая американцев? Что? Кого ты спас? Ну, тела ты их спас. Ты спас их души, ты погубил их души. Я пишу. Которые, возможно, придут к покаянию. Языка, которых ты не знаешь, на стороне которых ты не относишься. Ты им ничего не можешь сделать, кроме сберечь их тела. А значит, действительно, не убивать сам и никому не помогать убивать. Не подавать ленточку в пулемет. Не перевязывать ему ранку, чтобы он дальше пошел. 90 процентов, если у человека нету там калечения, как это называется, я там точно не знаю, в армии, особенно в военное время, когда тебе там руку, ногу отрывают. А основная масса после всех этих госпиталей возвращаются на фронт. Вот ты их спас, их там подлатали хорошо. И дальше что? Они все обратно идут. Они все упоротые милитаристы. Ты их спас. У них что, прозрение наступило? Причем ты им слова не сказал при спасении. В фильме не показано, чтобы он им, я говорю, учил их, что убийцы царства божьей наследуются, чтобы Бог есть абсолютная любовь и Бог любит каждого. И что жизнь христианина это принести себя в жертву грешнику. Хочет он пусть убьет и отправляясь на небеса, а он возможно покается. Разве Десмот этому учит своих солдафонов, сослуживцев? Нет. Нет. Он прямо способствует убийству японцев, то есть грешников на той стороне и прямо тел грешников. А значит, как они покаются? А Бог не хочет смерти грешника. И прямо, прямо способствует, прямо закалывает души грешников своих сослужиться. Вот этими вот всеми вещами. Ты им что проповедуешь? Ничего он никому там не проповедует. Он просто спасает их никчемной жизни. Ничего он там не делает доброго. Ничего абсолютно. поступок без проповеди ничего не значит. Я буду еще позже вспоминать разные эпизоды из жизни Иисуса. Как вам сказал, мы еще все это вспомним. Иисус разве когда исцелил, пусть, мы военной тематики вообще не найдем в Евангелии. Мы вынуждены вспоминать разные поступки Иисуса в мирное время. Он когда исцеляет лежащего прикупель, это исцеламское, он что говорит ему? Иди впредь не греши. Десмон хоть что-нибудь засвидетельствовал по фильму, по сюжету мы с вами прочитали. Он кому-нибудь пацифизм так называемый, пусть даже в его понимании, проповедовал? Нет. Нет. Он призывал кого-то отречься от оружия? Нет. Я, мол, хорошенький, я вот тут допер, да не убей. Чуть брата в детстве отца не застрелил, пусть и грешников таких же, за дело, так скажем, который на мать руку поднял. Ну, я как бы вот такой хорошенький, а вы себе отправляетесь. Где? Где там слова? Вот фильм смотрели, на чем сконцентрированный весь фильм? На этом что ли? Как он пытается их переубедить? Нет. По логике этого мира, лежащего возле и его князя Бесовского, на войне вообще нет виноватых. Я уже такое, как бы, заключение мы с вами потихоньку подходим. Я эти мысли, конечно же, давно и всегда высказываю, но и в этом видео, естественно, я о них тоже скажу. По логике этого мира, лежащего возле его князя Бесовского, на войне вообще нет виноватых. Там везде святые. Все просто исполняют свои обязанности перед обществом и государством, благополучно забыв при этом о Боге, о Христе, о его жизни и сути его учения о любви к врагам даже до смерти и смерти ему ученической. Сотрудники военкоматов просто осуществляют призыв, полицаи просто отлавливают уклонистов, генералы просто отдают приказы, сотрудники штаба просто их исполняют, разрабатывая цели и вычисляя координаты бомбовых ударов, водители спецтехники просто управляют транспортом, на блокпостах солдаты просто стоят, повара просто кормят, врачи просто лечат, военкоры просто освещают события. Ну а даже тот, кто непосредственно вставляет нож в горло и нажимает на курок автомата, вышибая мозги подобному себе человеку из крови и плоти, защищая виртуальных детей, женщин и стариков, просто повинуется долгу присяге, исполняя приказ своего руководства, за что потом получает кучку медалек, наград, славы и денег и прочих всяких плюшек и радости жизни. Просто вдумайтесь в то, что я вам только что прочитал и сказал. Ну вдумайтесь, вот все, что нам несут вот эти все апологеты смерти, апологеты войны, милитаризма, военщины всей вот этой, защиты Родины, вдумайтесь еще раз в ту фразу, вчитайтесь, ссылка на эту страничку конечно же будет в описании. Давайте еще раз я вам прочитаю. По логике этого мира, лежащего возле, и его князя Бесовского, на войне вообще нет виноватых, там все святые, все просто исполняют свою обязанность перед обществом и государством, благополучно забыв при этом о Боге, о Христе, о его жизни и сути его учения, о любви к врагам, даже до смерти, смерти мученической. Сотрудники военкоматов просто осуществляют призыв, полицаи просто отлавливают уклонистов, генералы просто отдают приказы, сотрудники штаба просто их исполняют, разрабатывая цели, вычисляя координаты бомбовых ударов, водители спецтехники просто управляют транспортом, на блокпостах солдаты просто стоят, повара просто кормят, врачи лечат военкор, освещают события. Ну а даже тот, кто непосредственно вставляет нож в горло и нажимает на кусок, на курок автомата, вышибая мозги подобному себе человеку из крови и плоти, защищая виртуальных детей, женщин и стариков, просто повинуется долгу присяге, исполняя приказ своего руководства. Там нету виновных, там все святые. И десмонты, и не десмонты, которых он спасает, там все святые. Все, что я могу добавить в конце этого абзаца своего, это Галатам 6, 7, 8. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Те же самые слова Иисуса, чуть выше, которые мы с вами прочитали, просто в другой форме. Кто вот в это все сеет, трясется за эту свою никчемную жизнь, жизнь своих родственников, детей, даже родителей, не суть важна. Вы сеете в тление все. Разве Иисус участвовал? Теперь я набросаю такое из десяточек вопросов, которые риторически, по сути, в себе несущие ответы. Разве Иисус участвовал хоть в какой-нибудь войне? Мне надо отвечать, или вы сами знаете ответ? Нет. Носил ли при себе оружие? Тоже нет. Разве призывал защищать родину, государство, друзей и даже родственников огнем и мечом? Нет. Не Иисус ли приказал Петру убрать меч в его место, откуда он его достал, когда тот бросился ради него убивать полицаев, которые пришли Христа арестовывать? И уже одному из них, желая отрубить голову, правда не получилось, отрубил ухо, которое Иисус затем исцелил. Вы мне скажете, ну вот Иисус же исцелил, чем не Десман, да? Сейчас мы об этом поговорим. Разве Иисус призывал свергать ненавистное римское иго итальянских оккупантов? Если вы не в курсе, в то время Иудея была оккупирована Римской империей. Разве Иисус призывал ее свергать? А вы в курсе, в те времена, какие настроения царили? Именно это, именно это свержение потом и произойдет. Его неоднократно пытались сделать и после очередного такого свержения, когда еврейские патриоты там вырезали весь римский гарнизон, который стоял, охранял, так скажем, все это, ну понимать, короче, оккупанты, которые там были, они их всех вырезали, после этого из Рима пришел легион, да, целый солдат, и Иерусалим был несколько лет в осаде, его концовки был полностью разорен, в том числе разрушен был храм, как и говорил Иисус, на месте которого не осталось и камня о камне. Иисус все это предсказал, вы помните, своим ученикам, которые спросили, посмотри, какие рассказали ему, показывали ему, какой храм великолепный и как здесь все прекрасно. И он сказал, что здесь не останется камня на камне, все это будет разрушено. Разве Иисус призывал подняться всех на защиту? Я здесь не стал все текстом писать, вы знаете, мне и так тяжело все это дается, но вот своим словам я дополняю, поэтому, конечно, мое видео отличается от текста. Так вот, зная все это, разве Иисус призывал подняться всех на защиту Иерусалима и храма, Дома Божьего, которые в недалеком будущем будут уничтожаемы миринскими войнами за восстание патриотичных евреев и иудеев? Не Иисус ли предсказал это и заповедал бежать во все стороны, куда глаза глядят, когда то начнет сбываться? Разве Иисус призвал кого-то защищать Иерусалим и храм? Разве когда его ученики прямо спросили, что будет? И он им рассказал, что будет. Он сказал, стойте насмерть, защищайте Иерусалим и храм Божий. Разве это он им сказал? Более того, не сказал ли он обратное, чтобы они, когда увидели все то, сбывающиеся ими, бежали, куда глаза глядят от этой бойни? Разве у нас в Библии, то есть в деяниях и посланиях апостолов, я в частности имею в виду, кроме Евангелия, о жизни и учении Иисуса, в деяниях или посланиях апостолов, его учеников, прямых последователей, есть хоть одно доказательство в деяниях в книге или в посланиях апостолов, которые писались после убийства Христа, его воскрешения и вознесения на небеса, книги, которые оставлены как раз нам о том, а что происходило после евангельских событий с его учениками, последним. Разве там, хоть в одном послании, есть нам что-то о том, что вот когда этот храм, когда Иерусалим разрушали, и храм, и храм этот весь раздолбали в клочья, разве у нас хоть что-то есть, что там призывали восстать всех христиан, встать на защиту всех учеников, разве апостолы к этому призывали? Вообще они об этом вспоминают в своих посланиях? Нет, как будто этого вообще не было. А ведь писались они, кто занимался библиистикой, вот этим всем, библиографией, тот знает, что писалось все это как раз в эти времена где-то. Ориентировочно, исторические факты, исторические документы, такие как Иудейская война, Иосиф и Флавия. Все нам говорят о том, что эта война была на рубеже 80-х, 90-х годов. От Рождества Христова, как мы теперь ведем лет исчисления. После 50, через 50 лет, после евангельских событий. Ученики были жили? Конечно. Христиане были? Конечно. Разве у нас в Библии, я пишу, в деяниях и посланиях апостолов, есть хоть одно доказательство того, что христиане участвовали в той так называемой Иудейской войне, рубежа 80-х, 90-х годов, когда евреи защищали свой город и храм. Евреи-то защищали. Были там уверовавшие во Христа евреи? Нет. Или иудеи? Есть такие, или есть такие свидетельства из каких-нибудь других источников древней истории? Да, из той же самой Иудейской войны Иосифа Флавия? Нет. Наоборот, кто знает, там есть связь с того, что он там вспоминает о так называемых последовательных Христа и говорит, что они все ушли. Нет ни одного у нас свидетельства о том, что христиане, уверовавшие, вернее, правильно будет сказать, во Христа евреи, хоть кто-то остался в Иудее и защищал там этот Иерусалим и храм этот. У нас нет ни одного доказательства. Где же эта патриотичность-то? Иисус своим ученикам и последовательно заповедовал не только не участвовать, и более того, заметьте, очень важно, вы мне сейчас скажете, ну да, участвовать, убивать, все понятно, Иисус не заповедовал, но и Десман тоже не убивал как бы. Я еще раз тогда обращаю внимание. Я здесь вам дословно не цитирую Евангелие, я надеюсь, вы все эти истории, всю эту Евангелие хоть как-то знаете, эти места, где был диалог Иисуса со своими учениками, Матфея 24-25 глава, где и было все это спрошено, да, что же будет. Да, Иисус им прямо говорит, увидьте, бегите. Так я еще раз говорю, хорошо, не убивать, а оставаться-то надо было? Нет. Я пишу, Иисус своим ученикам и последовательно заповедовал не только не участвовать в Иудейской войне, ну, как ее назвали, исторически, он тогда, конечно, не так выражался, понимаете, это мы уже постживущие люди после этих событий так выражаемся. Он не то, что не заповедовал участвовать в этой Иудейской войне убийством рийских оккумпантов, но и заповедовал вообще там не находиться, ни в каком виде, ни в виде разведчика, разведчик тоже не мог саглета там быть, смотреть, где-нибудь на вышке стоять или еще что-то. Он ни поваром не участвовал, не в виде грузчика там переносить что-то там, оружие с места на место, вещи какие-то подносить, да, что-то там делать, никаким образом. Не в виде лекаря, никого. Он не сказал оставайтесь, да, да, помогайте там, да, оружие только не берите, но вот помогайте там. Нет. Он говорит, а что Иисус заповедовал? Бежать оттуда, сломя голову, оставив грешников, пожирать друг друга. Вот на этом моменте я дальше больше не стал писать. Я говорю, не люблю я писать эти всякие статейки, да. Еще раз хочу теперь эту мысль, все эти моменты собрать, так скажем, и картину у вас нарисовать. Вот заметьте, конечно же, в Евангелии мы близко ничего не найдем с этим, хотя повод для этого был. Иисус не был не патриотом. Ему до лампочки был этот Ярусалим. Он плакал о нем только о людях, которые жили в грехе в этом городе. Это очень важно. Он слезу пустил, когда шел на ослики не по камням, о которых потом, сказав ученикам, ни капли слезы не проронил, что все это будет разрушено, и камни на камни. Он сожалеет об Израиле и говорил, и плакал тогда, говорил, что вы знали, что на вас идет вот это вот все. Нам жалко людей, которые тупят по жизни и помирают на тех же самку. Конечно, жалко. Иисус также плакал, что говорит, ой, Иерусалим, Иерусалим, если бы ты знал, какая благая участь тебе предуготована, если бы ты покаялся и пошел путем света, и какая участь тебе ждет за то, что ты саму истину распнешь. Иисус, естественно, плакал, созерцая эту иудейскую войну. Там по смыслу, по контексту все понятно, и он им говорил, что придет на вас вся кровь праведная. От крови Авеля до крови Захарии, которого вы убили между храмом и жертвенником. Между двором храма и жертвенником. Это очень важно все. Я сам вам показал место. Да, казалось бы, Иисус Петру говорит, убери свой меч, вложи его туда, откуда ты его достал. Но при этом исцеляет ухо тому полицаю, который пришел его арестовывать. И скажет, ну вот же, Иисус же доброе дело сделал. Я вам еще накидаю несколько случаев. Иисус рассказывает притчу о добром самарянине, который идет и помогает. По притче, понятно, человеку, который даже, так скажем, сам-то его не очень принимает. По притче мы как бы понимаем, что это еврей, а самарянин, самарянин, да, которого и евреи, иудеи, в частности, особенно с самаряновей, не общались. А он его помогает. Знаете, в жизни есть простой принцип. Вот как я вам не зря рассказал, уже дал образ в начале, что если бы, если бы, это милитарист убежденный на войне, прозрел бы. Да, он, видя все это, должен был помогать, затыкать пальцем дырки от этих там ран, пуль, осколков и спасать этих людей. Прозрев сам, проповедуй им прозрение, желание прозреть, истинно проповедуй, чтобы они прозрели. Да, спасай их никчемной жизни на сегодня. Когда, конечно же, вдруг мы где-то находимся, беда вокруг нас происходит, мы как-то там оказались. Самарянин шел просто, точно такой же дорогой, какой и шли другие люди. Вот и все. Попался этот еврей, избитый, да, и он ему помог, восстановил его до полного состояния. Да, Иисус исцелил ухо своему врагу, но Иисус это делал не на войне, его пришли арестовывать. И Петр тут достает меч. Вы вдумайтесь, можно ли это сравнивать и подводить, как всегда извращая Писание, что вот якобы надо теперь на бойню ехать? Нет. Я говорю, мы видим все другие места. Разве Иисус не уклонялся от всех этих вещей? Разве Петр ему не говорил еще на прощальном ужине за несколько, можно сказать, часов до того, что мы с вами только что вспомнили, как он там уши, головы начал рубить, но промахиваясь, рубил уши. Да, разве он ему на прощальном ужине не предлагал, вот здесь два меча, давай революцию сделаем. Иисус сказал, ты ничего не понимаешь. Где хоть один призыв Евангелия защищать какую-нибудь свою родину? Я говорю, более того, знаете, все это ладно, хорошо, страна, родина, многим тоже до лампочки. Ну, где Иисус хоть раз призвал защищать самых своих дорогих, как говорят, детей, родителей, жену, мужа? Где хоть раз он призывал, заповедовал защищать их мечом? Где? Конечно же, извращают фразу Иисусом, сказанную по дороге в Гессиманской саду, что вот нет больше той любви, как положить душу свою. Конечно, за своих любящих, да, конечно, можно извращать, да, нарисовать какие-нибудь картинки, вы видели, я не раз даже карикатуры показывал, Иисус там, с чем только не изображают, с автоматом, с базукой, до зубов вооруженных. Вот, конечно, современные идиоты, патриоты вот эти все так и делают. Библия каждому доступна. Называются еще христианами, да, сейчас этого помойки, особенно в связи с этой расистской агрессией, полон мир, захлебнулся просто уже этим дерьмом. Ну, разве для истинных христиан это повод? Если вы оказались в данной точке, в данное мгновение жизни, где-то, и пусть даже страдает грешник, конечно же, вы ему помогаете. Но если вы находитесь в какой-то точке, идете мимо, где-то какой-то насильник, насилует ребенка, это не значит, что вы подходите и держите ребенка, и ему рот затыкаете, чтобы он еще не кричал громко. Вы этого насильника отталкиваете, ребенка защищаете спиной или грудью, как хотите, чем вам удобнее. Или даже на ваших глазах это происходит, а кто-то этому насильнику голову проломил, вы насильнику рану на голове рукой затыкаете потом, после этого, чтобы он не помер. Да, вы это делаете. И проповедуете ему, обличая его в злодеяниях. Вот что делает настоящий человек, настоящий христианин, настоящее дитё Божье, неважно, верует он там во Христа, Бог стучится в сердце каждого человека на земле. Когда вы где-то находитесь на пути своей жизни, в какой-то точке, да, вы там поступаете правильно, только не забывайте, что ваш поступок, как Иисус всегда делал, сопровождается словами. Иисус, когда обличал тех, кто хотел, его хотел только убить, называя их детьми дьявола, хуже звания нету в жизни. Обзывания, как говорят, да. Мне там говорят, что ты вот словечки употребляешь. Иисус называл своих потенциальных убийц, уже детьми дьявола называл, только за то, что они хотели его убить. Они ещё не убили. Да. Он не с креста им выпиял, что они убийцы, а когда они хотели убить его, с креста как раз он их уже благословлял. Вот жизнь настоящего христианина. Когда ты уже на кресте, ты уже не обличаешь их в прегрешениях, уже все их дела обличили их. Иисус их обличал самыми-самыми-самыми сильными словами, только когда они желали этого. Желали только уже. Это не просто мысли, это желания, которые ждут только возможности, чтобы реализоваться. Вот что он делал. Это очень важно. Очень важно. Поэтому всё это нельзя ни в коем случае, ни в какую кучу мешать. Христианин – это пацифист. В полном понимании этого слова. Никакую войну ты не поддерживаешь. Если ты оказался, вот сейчас в Украине там где-то, где долбит, ты там не уехал, нет возможности бежать, как Иисус говорил. Да, при твоей, уж в этом Иудее, в Иерусалиме, в том, я не сомневаюсь, что кто-то остался. Кто-то из христиан, которые решили там дом свой побоялись бросать, или ещё что-то. А тут наверняка, может, ушли и не все христиане. Что они там должны были делать? Должны были они там раненым помогать? Да, уже остался, уже вляпался в это. Весь этот ужас видишь, голодаешь, видишь, как там люди друг друга жрут, твои же евреи, соседи своих детей поедают. Там всё это было. Кто читал Иудейскую войну, Иосиф Флавия, тот знает, что там творилось, какой беспредел. Конечно, когда вы несколько лет в осаде, ни воды, ни еды, что там творилось. Они сто раз потом пожалели, что там они остались. Ну уж раз вы там остались, вот они там всё поняли. А они не были дорожшими до познания истины в совершенстве. Вот и всё. Так что вот так вот, я говорю, у каждого своя школа жизни. Просто это очевидно, что он не познал, поэтому я так и написал, пусть грешники пожираются грехи. Пусть там не все. Кто-то во время пришло озарение. У каждого своя школа жизни. Но если ты до этого дошёл, вот я всем говорю, слушайте, я достиг познания истины. Мне зачем сейчас идти в расистскую туда агрессию? Я что там буду делать? Представляете, какие там сборища упырей вот этих всех солдафонов, отморозков. Я до покаяния-то с такими, как говорят, группами-то лиц не особо общался. А сейчас кто там? Представляете, какая-то куча отморозков. Вся эта расистская армия. Это просто упыри. Мне что с ними? Бухать там? Представляете, какой у них жаргон, юмор, на чём всё общение основано. Я буду вот это вот сутками слушать с ними? Мне зачем туда идти? Я что, не представляю, что это такое смерть, кровь, разрушение, мародёрство или насилие? Я прекрасно это понимаю. Я понимаю, что это тьма. Мне зачем туда к ним идти? Туда вообще нормально? Человек может пойти? Нет. Нет. Зачем ты туда пойдёшь? Если ты как огня этого всего боишься, что ты там сделаешь? Ничего. Тебя завтра застрелят свои же. Там нечего делать. В Библии и по поступкам Иисуса, я всегда вспоминаю очень часто судьи. Там есть такое место, где уже евреи вообще скатились на самое днище, уже конечные главы, и где там Бог сказал, я оставлю вас, и вы посмотрите, что значит быть без меня. Посмотрите на всё поведение Иисуса. Он никогда не бегал ни за кем. Он спокойно отстранял от себя кого-то и спокойно ото всех удалялся. Его хотели повить камнями, он уходил. Ему сказали в Самаре, когда он одного или двух бесноватых гидаринских освободил от одержимости, ему сказали, иди, иди отсюда. И он пошёл. Он никогда не навязывался. Это очень важно. Это очень важные вещи. Понимать их просто необходимо для христианина. Есть грани, когда люди их переходят, ты отстаёшь от этих людей. Если он говорит, если он силой слова не понимает, ты оставляешь этого человека. Так поступал Иисус. Примеров можно добить. Просто сегодня у нас нет возможности. Мои ролики и так уже честно говорил. Мы с вами не будем сегодня всё Евангелие последовательно зачитывать. Их до бесконечности. А как Иоанн сказал, что и всей жизни, и всех книг вселенной не хватит, чтобы писать всё, что делал, чему учил Иисус. Таких примеров можно в жизни, любого человека даже, нормального привести, куча примеров. Это очень важно понимать. ты там ничего не изменишь уже, потому что люди, которые решились лишать жизни кого-то, это уже всё, это дно, это полное богопротивление. Эти люди, кроме обратных, обратных, как я себе говорю, грабли, ничего, пока она по лбу не треснет ему, ничего, видимо, эти люди уже не поймут. Им бесполезно, что это говорит. Они, как Иисус сказал, имея уши, не слышат, имея глаза, не видят. Если мы вот сейчас, при всей этой агрессии с рашистской, с диванными этими, милитаристами, пытаешься их как-то на сторону света перетянуть, им хоть бы хны, да, уж что говорить там-то. Там открываются глаза у некоторых людей, я думаю, что открываются у большого числа, у единиц. И открываются только, когда они всё это своими глазами видят, своими ушами, слышат, своими руками щупают. Вот когда всё это происходит, да, есть грань, за которую христианин не переступает. Там ему делать нечего, ни в каком виде. Это никакая не любовь. Это никакая не любовь. Перевязать ему руку раненую, чтобы он дальше продолжил стрелять, это никакая не любовь. Ни к этому грешнику, ни к тому грешнику, которого он убивает на другой стороне. Вот и всё. Да, люди, живущие на Украине, вот им, настоящие христиане, даже в зоне боевых действий, к нему в дверь постучался, ему без разницы, кто это, украинский солдафон, расистский солдафон. Если он для него что может доброе сделать, если он в нужде, опять же, это не значит, что им надо туфли целовать, сапоги целовать, задницу вылизывать. Нет. Но если он видит его в нужде, он там раненый, окровавленный, или уже трясётся весь, сейчас от мороза окочунеет. Да. Павел прямо сказал, враг твой голоден, накорми его, жаждет, напои. Без крови дай ему кровь, без одежды согрей его. Это очень важно. Конечно, как раз таких расистов, кто там на территории Украины, я буду поступать точно так же, когда сюда придут войска НАТО, Китая, или ещё что-то я всем говорю. Да. Я скажу, пожалуйста, давайте что, согрейтесь, помойтесь, покушайте, а я вам пока попроповедую, да, какими вещами негодными вы занимаетесь. Вот и всё. Застрелят меня, да ради Бога, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Я мечтаю разрешиться жить со Христом. Был бы кто, избавил меня от этого плоти, тела смерти. Да. Это разве христианская позиция, вот это вот всё? Нет, конечно. Мне знаете, что жалко? Ладно, православные католики, там клима оставить негде, там всё в грехе погрязло. В связи, треть в связях у православных с католиками это цари душегубы и убийцы солдафоны. Там клима оставить негде от греха. Ну вот протестанты меня удивляют. У вас-то этого нет. Куда вы катитесь за ними? Я послушал несколько разных проповедников таких, уже с достаточно большим количеством подписчиков и всё. Причём на украинской стороне, которые живут сейчас на Украине. Ну, русскоговорящие, конечно, смотрю. Ну, или в каких-то переводах, естественно, если кого-то, кто не на русском, говорит. Вот. Я вот смотрю, как они на это подламываются. Вот на этом вот-вот фильме, ссылаясь там на Клайз, за Степл, за Льюис, несмотря на то, что кто знает я. На что хорошее тоже на него ссылался. Не раз вам его цитировал, даже несколько проповедь на основе его мировоззрения, там цитата из книг, из его трудов записал. Но если он участвовал в войне, это не повод вам ссылаться. Не ищите себе, как православные, я говорю, эти католические грешники, не ищите себе оправдания в грехах отцов. Мел Гибсон. Мел Гибсон и христианин. Вообще, можно два слова поставить в одну строчку? У меня большой вопрос. Да, Бог ему положил на сердце. Бог руками грешников может добро творить. Да, он снял прекрасный фильм «Страсти Христовы», но он столько снял, помимо еще вот этого, по соображениям совести, как его перевели на русский, он столько дерьма снимает. Это не чита тому актеру, который у него в «Страстях Христовых» играл Иисус Христа. Как вот, я не помню, Кальвин, Кальвин, как-то, ну ладно, кто знает, тот помнит, кто смотрел. Вот. Сколько он снимает нечисть, это, и сам в ней снимается, в этих своих фильмах. Причем это далеко не те фильмы, где ему там 20 лет, да, как там, «Опасное оружие» или самые первые его известные фильмы. Нет, он до сих пор такую и такую снимает, уже после «Страстей Христовых». Тот актер, который, у него, в «Страстях Христовых» играл, тот в «Погонь» не снимается, у него очень, так скажем, как прайс-лист, или как там у них называется, кого он выбирает свои роли, у него все роли очень благочестивые. Да, и посмотрите на «Погонь», какую снимает Мел Гибсон, уж я не говорю, кто интересовался его жизнью, чем он там занимается. Можешь себя назвать кем угодно, христианин, дела твои какие. Ну, снял этот фильм, ну, перевел, перевели какие-то дети дьявола, по соображению совестью. Ну, был этот Десмон, адвентистом седьмого дня. Ну, и что? Вы на дела смотрите. Соответствуют они. Вы в кого крестились? Во Христа или в Десмонта? Или в Мела Гибсона? Или в Клайве Степла Льюиса? Вы с кем сораспялись? Со Христом? Или убиваете с Льюисом? Да. Я от Льюиса, кстати, меня от многих именно отворачивал вот это. Осипов, этот православный богохульник, да, профессор, меня именно когда я сам собрал все его эти вырезы, о войне, о патриотизме. Именно это меня отвернуло. У Льюиса то же самое. Сколько всего прекрасного. Но именно это его оправдание вот этой войны, что якобы там воин стреляет. Вы думаете, я это все не читал и не знаю? Я все знаю. Я все это очень глубоко изучал. Меня это очень, меня это нереально притыкало. Кажется, столько все доброго, как и Достоевский то же самое. Кажется, когда о своем там народе пишут, там и грешников обличают, и все. Да, только касается кого-то другого, и все. И сдуваются все сразу. Не познали они любовь Божью. Живут они по принципу Ветхого Завета. Люби ближнего, и ненавидь врага своего. Все. Не переступили. Они не христиане. Какой бы даже Льюис прекрасный не казался. Потому что вот эта чушь, которую он писал по поводу того, что да там солдат, солдаты убивают, не глядя, он к нему ненависти не испытывает, просто стреляет. Все чепуха. Дьявольская чепуха. Несмотря на, казалось бы, такие светлые, добрые мысли, я сам на них не раз ссылался и рекомендовал к чтению. Но это дьявольские мысли, дьявольское учение. И мне жаль, что такие люди в таком возрасте порой все и умирали, и писали все это порой даже под старость, так и не понимали этих вещей, так и не поняли христианство, не поняли, что Бог есть любовь. Абсолютное, совершенно неделище на американцев, китайцев. И что принести себе надо в жертву. Не видят этого. Настолько тупоголовые, что принимают только, что вот настолько узколобо мыслят, что если Христос не прям на бой неся, а он и не ходил вот имя, он близко к ним не прикасался. А что, войны по миру не творились? Я говорю, восстание было не только одно, то, которое на рубеже 80-90-го года привело к этой иудейской войне, так называемой. Они до этого несколько попыток делали, просто не таких массовых. Естественно, они хотели и жаждали целыми днями этой римской ненавистной игос себя сбросить. Разве Иисус в этом участвовал? Неужели надо быть настолько тупым, чтобы не понять, именно потому нет примеров Иисуса пацифиста, так называемого? Да. Потому что именно во всем этом не приближался даже к этому. Христиане к этому просто не приближаются, поэтому все рассуждения о войне для них абсурдны, бессмысленны, не имеют ничего вообще общего с истиной. Потому что они просто к этому не приближаются. Это вообще тьма, это дно днонское, самое днище какой только возможно, если его еще 10 раз пробить. Все, это крайняя степень греха, все, убийство. Это богоборческий акт, когда ты отнимаешь жизнь, которую ты не давал. Бог не хочет смерти грешника, неважно какого. А очень легко поделить в своей голове на грешника американца и японца. смерти американского грешника для Доса он не хочет. А японского грешника хочет. Ты как Библию читаешь? Ты что, нацист? Нацист, получается. Я много раз говорил, это нацизм во Христе, самый настоящий. Вот у таких христиан, когда вы такое слышите, когда вы только от христианина услышите, что он о каком-то народе называется возвышенным, делит людей по исполнению заповедей, это самый настоящий нацист во Христе, самый настоящий. И никуда они вас не приведут, они сами не приведут ко Христу и никого не приведут, а приведут вас в погибель, как слепые поводыри слепых. Вот и все. Это самый настоящий нацизм во Христе. Ты исполняешь заповеди ко всем народам одинаково. Так что ты уж будь любесен, тогда и вытаскивай японцев, им то же самое проповедуй через переводчиков. А это обычный нацизм во Христе. Как всегда, дьявол не приходит написано с рогами и копытами, а приходит в виде светлого ангела. Вот это вот все. Волки в овечьей шкуре. Тьма под видом света. Все именно оттуда. Вот почему у меня такое горение. Горение и, как Иисус сказал, ревность поистине сжирает меня. Я когда вот такое вижу, слышу, этот проповедник, протестантки, мнется, да вот, на Украине даже, ну а вот, Десмонт. Ну и что, во-первых, Десмонт опять подавал, а идет речь, ну а когда в дом войдут, я не знаю, что будут делать. Ты христианин или нет? Что значит ты не знаешь? А кто знает кроме тебе-то? Какой-то проповедник, если ты не знаешь? Ну тогда закрой свой канал, сиди в тряпочку, молчи, как поступишь. Ты сам не знаешь и других соблажняешь. Вот эти вот отсылки, я говорю, вы что, с Льюисом распялись? Он не распинался вот именно, а Христос отдал себя. Никто не имел права забрать, и он отдал свою жизнь. Вы вообще христиане, вы вечную жизнь верите. Или вместе с протестантами там клима оставить негде. Я вот хочу, чтобы меня протестанты услышали. Вы хотите за ними туда же отправиться, в тот же ад? Или вы тоже теперь будете нет больше той любви, которая положит чужие души за души своих? Или что? Вы так тоже будете это интерпретировать? Эту гефсиманский гефсиманскую речь Иисуса тоже, да? Это он, наверное, с мечом в руках, когда бежал с шашкой на гало на негодных итальяшек макаронников. Наверное, он тогда произносил эту фразу. Или он произносил, когда шел отдавать себя в руки грешников. таким образом полагать души закрой свою семью спиной и грудью и пусть тебя застрелят. Жена твоя пусть сделает то же самое вслед за тобой. А уж все страдания твоего ребенка ничего. В Царстве Небесном Бог отрет всякую слезу. Вы все там очутитесь буквально через 5-10 минут, час-два пусть вас там будут мучить, может поиздеваются. Все это ерунда. все это ради Царства Небесного ничего не стоит. Убьешь ты этого грешника, защитишь свою семью, свою жену и детей, и где ты окажешься вместе с тем же грешником в аду. Вот и все. Вот все христианство. Вы такое когда-нибудь от кого-нибудь слышали? Я такого не могу близко ни от одного проповедника услышать. Близко не могу не услышать. И все эти фразы, знаете, а ты сам-то сможешь говорить. Я хотя бы говорю то, что я хочу. Я не говорю, что я не знаю. Я хочу так поступить. Бог ведает. Тогда Иисусу предъявите те же претензии могли предъявлять, когда Он только говорил, говорил, что Он отдаст себя в руки грешников. Да, я говорю так. И вы мне точно так. Я не могу вам доказать, что я так совершу. но и вы не можете доказать мне обратное. Время покажет. Я хотя бы всем сердцем алчу и жажду этого понимаю, что это есть настоящая любовь. Это единственный шанс привести грешника к покаянию. Ценой своего подвига, который совершил Иисус. А к чему приведет вас? Вы грешника задолбите его же автоматом, прикладом разобьете ему башку. Это приведет его в Небесное Царство. И вас ответ очевиден. Для любого светлого человека ответ очевиден. А если для вас не очевиден, если вы считаете это ложью, холой на Дух Святого Чем не предъявляет, вы близко не приблизились к тому, что Бог есть любовь, что вы вечны, что вы туда стремитесь через совершенную любовь к грешникам. Вы близко к этому не приблизились, ничего не поняли. Разбивая прикладом голову своего врага, вы не попадаете в Небесное Царство, вы отправляетесь в тот же ад, куда отправляете его этими делами. Вот такое вот видео. Не знаю, кто из него что поймет, я вообще давно разочаровался. Единицы слушают и что-то прозревает, это единица. Основная масса, так называемые даже христиан, живут делами мира. Дела мира это не носишь ты косынку или не носишь и на каждом углу останавливаешься молиться, чтобы все тут узрели какой-то праведник. Нет, под делами мира я подразумеваю любовь. Весь мир тоже кричит о любви, но посмотрите на их дела любви и на дела любви Христа. Есть там что-то похожее? Ничего. Вот так вот. К чему? Ни к чему хорошему. Шесть тысяч лет человечества живет. Стало оно лучше? Не стало. Есть хоть одна страна без армии? Нет. К чему это ведет? Вечные войны, бойни, кровь, слезы, нищета, разруха. Вот к чему все это приводит. Кто проповедует настоящий пацифизм? Вы таких знаете? Я не знаю. Я таких никогда не видел. Это у меня все. Имеющие уши услышат. на моем канале Христалю Проптию Пищу в Пустыне Дегод, на котором вы посмотрели это видео. Есть два плейлиста. Я их разделил только по той причине, что есть также лживое учение о том, что якобы к своим врагам по образу Христу я еще принесу себя в жертву даже на распятие на Христе, а вот любви к врагам Отечества, Родины, Церкви, государства нет уж извините. Тут надо голову прикладом проломить. Это конечно лживое заблуждение, но только благодаря этому я записал специально два плейлиста, так скажем, чтобы якобы это разделить, на самом деле немного ролики там и там отличаются, но как говорится, начиная с разных вещей, заканчиваю естественно одним. Все это одно и то же, любовь к врагам, своим, моей жены, моего ребенка, моего дома, моего отечества, моей церкви, Христа. Я с ними поступаю точно так же, как я поступаю это важно все это понимать. Петр, Петр свой меч достал и рубил головы, пытался рубить головы прямо за самого настоящего Христа, Бога воплоти, и он не позволил ему этого делать. Можно, конечно, принять всю чушь болевотину протестантскую в полноте, о том, что тогда бы он просто себя в жертву не принес, а так бы, конечно, пусть бы он дальше рубил, бы еще Иисус бы, еще бы где-нибудь вторую палку нашел бы, какую-нибудь дубинку или меч. Показал бы тут высоту мастерства кунг-фу, выхватил бы у них все мечи и тут бы все головы с плеч. Просто ему надо было себя в жертву за все грехи мира принести, а так бы, конечно, он бы вместе с Петром там они бы Шаолинь монастырь бы устроили и там бы всех раскидали как в супер китайских боевиках чепуха. Примите этот яд в себя, отправитесь в огненную гиену, чего я вам всем не желаю. Покайтесь, сотворите плоды достойной покаяния, сами живите свято, проповедуйте эту истину, правильную любовь к любящим и любовь к врагам, живите в ней и все у вас будет хорошо. И возможно приведете хоть еще кого-нибудь с собой за ручку в то место, где всем нам будет хорошо. Вот и все. Где Бог отрет всякую слезу, что бы с нами ни случалось, все это чепуха, все это на чаши весов того, как Павел описал, что и ухо не слышал, и глаз не видело, и на сердце не приходило, ничего не весит. Перышко, которое просто неспособно будет перевесить все то, что приготовил Бог любящим его, а он во всем своем творении. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»